Эй, кожаный мешок, чуть-чуть фабрики не желаешь? Здравствуйте, товарищи инженеры, меня зовут Фёдор, вы на канале Федисплей, и в этом видео я хотел бы раскрыть тему атомных станций в игре Факторио. К глубочайшему сожалению любителей всякого трэша про АЭС, водяру из горла главных героев листать не будет, а вся приведённая информация в видеоролике достоверна, присутствует в открытых источниках, легко проверяется в игре и актуальна для версии 0.17. Некоторые горьки предпочитают застраивать половину бесконечной карты с солнечными панелями, если вы один из них, то пожалуйста воздержитесь от комментариев, то что атомка отстой, а панели рулят. Моя задача рассказать о механиках игры, а не упражняться в словоблудии в комментах. Итак, начнём. Вначале рассмотрим общую компоновочную схему. У нас есть реактор. В реакторе происходит преобразование внутренней энергии ядерного топлива в тепловую энергию. Иными словами, топливный элемент превращается в тепло. Далее тепло передаётся по тепловым трубкам к теплообменникам. В теплообменниках происходит нагрев подаваемой в них воды и преобразование её в пар. Затем пар поступает на турбины, которые вырабатывают электричество. То есть реактор, трубка, теплообменник, турбина. Четыре элемента. Казалось бы, ничего сложного. Однако это почему-то постоянно вызывает кучу проблем у новичков. Рассмотрим весь процесс более подробно. Возможность постройки станции появляется после исследования технологии ядерной энергии. К этому моменту уже будет доступна переработка урана и производство ядерного топлива. Также крайне желательно открыть технологию процесса обогащения Коварекс, чтобы в промышленных масштабах производить обогащённый уран. Из одной единицы обогащённого урана можно произвести 10 топливных элементов. Энергоёмкость одного топливного элемента составляет 8 гига джоулей или 8000 мега джоулей. Мощность реактора 40 мегаватт. Для гуманитариев и прогульщиков, напомню, ватт – это джоуль за секунду. Таким образом, один топливный элемент в реакторе будет работать ровно 200 секунд. При этом приостановить энерговыделение невозможно. То есть как только вы наклали топливо в реактор, он сразу начнёт его потреблять и вырабатывать тепло. И делать это ровно 200 секунд. Не, ну вы конечно можете убрать реактор в карман и остановить реакцию. Но после этого вам придётся хлебнуть водяры. Из горла. Итак, стержень сгорает в реакторе 200 секунд. После этого отработанное ядерное топливо появляется в соответствующем слоте реактора и процесс повторяется. То есть пока в реакторе есть топливные элементы, он их будет один за другим использовать и вырабатывать тепло. Погрузить топливо и забрать отработанное можно манипуляторами. Думаю, это и так понятно. Максимум реактор может разогреться до 1000 градусов Цельсия. Свыше этого нагрев невозможен и топливо будет расходоваться впустую. Напомню, приостановить работающий реактор в игре нельзя. Далее нам нужно что-то с этим теплом сделать, а именно передать на теплообменник. Максимальное энергопотребление одного теплообменника 10 мегаватт, мощность реактора 40 мегаватт. Таким образом получается, что один реактор способен полностью загрузить 4 теплообменника. Если обменников будет меньше, то тепло будет уходить впустую. Если обменников будет больше, то они будут работать не на полную мощность. Итого у нас получается следующее. Для оптимальной работы одного реактора требуется 4 теплообменника. Теперь давайте посчитаем, сколько турбин смогут обеспечить парам эти 4 теплообменника. Иными словами, мы сделаем расчет атомной станции, работающей на одном реакторе. Одна турбина максимум потребляет 60 паров в секунду и вырабатывает при этом 5,82 мегаватт электроэнергии. Посчитав, сколько пара в секунду смогут выдавать теплообменники, мы определим, сколько турбин нам потребуется и, соответственно, максимальную энерговыработку станции. Теперь нахмурьте брови, сосредоточьтесь и слушайте внимательно. И никакой водки! Насос качает воду температурой 15 градусов. Турбина потребляет пар температурой 500 градусов. Преобразование воды в пар происходит один к одному. То есть одна единица воды переходит в одну единицу пара. Таким образом, чтобы получить одну единицу пара температурой 500 градусов, нужно нагреть подаваемую воду на 485 градусов, так как ее начальная температура составляет 15. Чтобы нагреть одну единицу воды на 1 градус, требуется 200 джоулей энергии. Это игровая константа. Чтобы нагреть одну единицу воды с 15 градусов до пара в 500 градусов, потребуется 97 тысяч джоулей. Мощность теплообменника составляет 10 мегаватт или 10 миллионов ватт. Это значит, что в секунду теплообменник максимум передаст 10 миллионов джоулей энергии. Отсюда легко посчитать, сколько максимум единиц воды в секунду способен нагреть теплообменник от 15 до 500 градусов. 10 миллионов делим на 97 тысяч, получаем 103,09. Таким образом, один теплообменник за секунду производит 103 единицы пара температурой 500 градусов. И точно так же потребляет 103 единицы воды температурой 15 градусов. Зная количество теплообменников, мы можем посчитать суммарную выработку пара. С четырех теплообменников получим 412 пара в секунду. Разделив это значение на потребление одной турбины, получим требуемое количество турбин, то есть 6,87. Естественно, частично турбину не поставить, поэтому округлим количество турбин в большую сторону, до 7. Итого получаем 1 реактор, 4 теплообменника и 7 турбин. Это минимальная компоновка для стабильной работы атомной станции на одном реакторе. Мощность такой станции составит 40 мегаватт. Теперь давайте рассмотрим вариант, когда несколько реакторов расположено вплотную друг к другу. Дело в том, что каждый соседний работающий реактор дает бонус тепловой энерговыработки в 100%. То есть, если поставить 2 реактора вплотную, то каждый из них получит бонус соседства в 100%. А вырабатываемая мощность каждого из них составит по 80 мегаватт. Суммарная вырабатываемая мощность такой станции будет 160 мегаватт. Если же реакторов будет 3 в ряд, то у двух крайних будет бонус от одного соседа, то есть по 100%. А у центрального бонус составит 200%, так как слева и справа от него расположены по реактору. Таким образом, мощности крайних реакторов составят по 80 мегаватт, а центрального – 120. Максимальной мощности можно добиться, если расположить реакторы попарно в ряд. При конфигурации 2 на 3 крайняя пара реакторов будут иметь мощность 120 мегаватт на реактор. Центральная же пара выдаст по 160 мегаватт на реактор. Суммарная мощность от 6 реакторов в конфигурации 2 на 3 составит 800 мегаватт. В общем случае формула для расчета мощности станции при двухрядной компоновке выглядит так. 160 умножить на N минус 160, где N – количество реакторов в схеме. К примеру, если реакторов будет 64, то общая мощность такой станции составит 10,08 гигаватт. Количество теплообменников и турбин для S в любой конфигурации легко рассчитать. Поделив общую мощность на 10, получим требуемое количество теплообменников. К примеру, для станции в конфигурации 2 на 3 общей мощностью 800 мегаватт, теплообменников потребуется 80 штук. Суммарная паропроизводительность составит 8240 пар в секунду. Для такой станции потребуется 138 турбин. А вообще с такими глубокими расчетами можно не заморачиваться. Можно просто поделить суммарную мощность всех реакторов на мощность одной турбины, то есть на 5,8 мегаватт и получить примерно тот же самый результат. Делим 800 на 5,8 и получаем 137,9. То есть округлив это будут те же самые 138 турбин. Тут следует понимать, что реальная мощность турбины вычисляется как энергоемкость одной единицы пара температурой 500 градусов, а ранее мы посчитали, что это 97 кДж, и количество потребляемого пара. То есть, если турбина потребляет свой максимум, а это 60 пар в секунду, то она выдаст 5820 кДж в секунду, или 582 кВт электрической мощности. Надеюсь, с расчетами по количеству компонентов станции все понятно. Осталось разобраться, как все это компоновать, разобраться в некоторых тонкостях и разобраться, как автоматизируется подача топлива в реактор. Вначале следует поговорить о теплообмене и аккумулировании тепла. Все тепловые элементы станции, реактор, теплотрубки или теплообменники, это своего рода аккумуляторы тепла. Все они могут быть разогреты до 1000 градусов и сохранять тепло, то есть энергию. Теплопотерей в системе отсутствует. Нагретый до 1000 градусов реактор никогда не остынет, если тепло от него никуда не отводится. При этом вся система стремится к равновесию. Например, если к нагретому до 1000 градусов реактору прицепить теплообменник, то их температура равновесится и станет примерно по 910 градусов. Казалось бы, почему по 910, если при равновесии должно стать по 500? Дело в том, что реактор имеет теплоемкость 10 мегаджоулей на градус, а тепловая трубка или теплообменник всего 1 мегаджоулей на градус. Таким образом, реактор, отдавая 1 градус температуры, отдает 10 мегаджоулей энергии. В свою очередь, эти 10 мегаджоулей энергии разогреют теплообменник на 10 градусов. Отсюда и получается, что отдав 900 мегаджоулей энергии, которые разогреют теплообменник на 900 градусов, реактор остынет всего лишь на 90 градусов. Далее цифра округляется, и мы на выходе имеем приблизительное равновесие по температуре. итак мы знаем что вся система стремится к равновесию поэтому реактор разогреваясь будет передавать тепло к остальным элементам трубкам и обменником как только обменники разогреется до 500 градусов они начнут передавать тепло воде преобразуя ее в пар вроде бы никаких проблем нет однако тут есть один нюанс механика работы тепловых трубок схожа с обычными трубами при этом никаких температурных насосов в игре нет отсюда следует что через некоторое расстояние кпд трубок начнет падать и только часть энергии пойдет дальше кпд тепловых трубок зависит от мощности реактора причем чем выше мощность тем короче может быть линия труб так для мощности в 160 мегаватт максимальная дистанция составляет всего 45 превысив это значение мы получим снижение передаваемой мощности это первое что следует учитывать при проектировании другой фактор который следует учесть это ограничение пропускной способности труб и производительность насос насос который качает воду из водоема имеет производительность 1200 воды в секунду поделим 1200 на 103 и получим количество теплообменников на один насос это будет 11,65 если поделить 1200 на 60 то мы получим количество турбин которые сможет обеспечить один насос это будет 20 таким образом один насос способен обеспечить 11,65 теплообменников водой которая свою очередь обеспечит 20 турбин паром Тут стоит учесть, что труба пропускает больше, чем 1200 воды в секунду. Поэтому, если вы хотите запитать по одной трубе 16 теплообменников, стоящих друг за другом, то можете объединить две трубы от насосов в одну и через помпу увеличить напор. Данная конфигурация может быть полезна, если вы хотите повесить на реактор мощностью 160 мегаватт 16 теплообменников. Не забывайте только, что тогда и пар вам придется либо отводить по двум трубам, либо перекачивать через помпу. Теперь мы знаем, что такое бонус мощности реактора. Знаем про ограничение расстояния при передаче тепла по трубкам. Знаем, как рассчитать количество теплообменников и турбин в зависимости от мощности реактора. И знаем, сколько турбин и теплообменников способен запитать один насос. Остался последний решенный вопрос. Как сделать станцию умной и подавать топливо только по необходимости? Реализация умной станции сводится к решению двух задач. Первое – подача только одного топливного элемента в реактор по требованию. И второе – аккумулирование всей избыточной энергии, которая выделится в процессе сжигания единицы топлива. Иными словами, как только поступает сигнал, мы грузим одну единицу топлива в реактор и гарантируем, что реактор не нагреется до 1000 градусов. Напомню, что 1000 градусов – это максимальная температура разогрева реактора. Если при этом топливо продолжает сжигаться, то вся избыточная энергия просто-напросто уходит в пустоту. Начнем со второго пункта – предотвращение потери топлива. Мы уже знаем, что все элементы станции – реактор, трубки и теплообменники – способны аккумулировать энергию. Также мы знаем, что преобразование воды в пар происходит, если температура теплообменника выше 500 градусов. Таким образом, если оставить работать разогретую систему и не добавлять в реактор топлива, то в конечном итоге температура всей системы упадет ниже 500 градусов, а парообразование прекратится. Будем считать, что все элементы станции имеют минимальную температуру 500 градусов. Саморасхолаживания в игре нет, поэтому такая температура может сохраняться сколь угодно долго. Мы уже знаем теплоемкости реакторов, трубок и теплообменников – это 10, 1 и 1 мегаджоулей на градус соответственно. Таким образом, если нагреть элементы станции с 500 до 1000 градусов, мы сможем сохранить 5000 мегаджоулей в реакторе и по 500 мегаджоулей в каждой трубке и в каждом теплообменнике. Далее энергия начнет уходить впустую. Тогда наша минимальная станция, состоящая из одного реактора и четырех теплообменников плюс 11 тепловых трубок, смогут аккумулировать в себе 12,5 гигаджоулей энергии. При этом энергоемкость одного топливного элемента составляет 8 гигаджоулей. Таким образом, если температура всех элементов станции составляет по 500 градусов или чуть ниже, то мы гарантированно сможем всю энергию топливного элемента саккумулировать в тепловых элементах станции с полуторакратным запасом. Теперь про погрузку топлива. С помощью логики мы можем считывать количество пара в баке. Поэтому, если поставить после теплообменника в бак и повесить на него логический провод, то мы сможем отслеживать уровень пара и использовать его в качестве сигнала для подачи топлива в реактор. И теперь, как только уровень пара упадет до определенного значения, например до 5000, нам необходимо погрузить одну единицу топлива в реактор. Как это сделать? Для начала нужно настроить манипулятор, который грузит топливо таким образом, чтобы он загружал только 1 единицу топлива, то есть переопределить в манипуляторе размер стэка. Чтобы манипулятор сработал только 1 раз при достижении порогового уровня в баке, сделаем следующее. Поставим еще один манипулятор, который будет выгружать отработанное топливо. Условия включения этого манипулятора сделаем таким, чтобы он работал только если пара меньше 5000. При этом будем считывать содержимое манипулятора, а режим считывания поставим импульс. Именно этот импульс и будет управлять погрузкой топлива. Соединим другим проводом два этих манипулятора и произведем настройку подающего. Условия включения поставим отработанное топливо больше нуля. Теперь, если уровень в баке упадет ниже 5000, то один манипулятор выгрузит отработанное топливо и подаст другому манипулятору единичный импульс на погрузку единицы топлива в реактор. Так как выгружать из реактора больше нечего, то никакой погрузки топлива происходить не будет до тех пор, пока в реакторе снова не появится отработанное топливо и уровень в баке не упадет ниже установленного. Таким образом, мы автоматизировали подачу топлива в реактор. Теперь он не будет работать бесконечно, а топливо будет расходоваться только по необходимости. Однако, тут следует учесть пару нюансов. Первое. Элементы станции нагреваются неравномерно. Чем дальше от реактора, тем позже нагреется теплообменник и начнет давать пар. То есть умная атомная станция имеет инерцию. И второе, вытекающее из первого, это необходимость небольшого буфера пара, чтобы нивелировать эту инерцию. И если для станции из одного реактора в 40 мегаватт мощей вполне хватит одного бака, с которого мы берем показания, то для более крупных решений баков может потребоваться слегка больше. В любом случае, размер буфера определяется либо эмпирически, либо исходя из эстетических соображений. На этом все. Считаю тему АЭС раскрытой полностью. Используя информацию из этого видео, вы сможете легко спроектировать свою собственную атомку с ураном и реакторами. Не забывайте лайкать, если понравилось. Всем пока и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок